Стасно же, я им всем честно рассказала. У меня будет сегодня честный прямой эфир. Так, что-то у меня одна голова такая большая, умная, видать. Ой, Валечка, Валечка. Аня. Ну что, как тебе, Валя, в прямом эфире? Всем привет. Мне почти не так страшно. С Аней мне гораздо проще, если честно. Вот, ну что ж, давай, умница и красавица. Итак, Валя, как же ты пришла вообще к сетевой? Ну, начнем с того, что зовут меня Валентина Щенникова. Я пришла к сетевой в 2001 году. То есть это очень давно было, и компания Фаберлик, это не первая моя компания, это вторая компания. В сетевой я и не собиралась, если честно. На самом деле, ну что туда идти-то, когда в 2001 году говорили, интим и сетевой не предлагать. Ну, конечно, у меня, как всегда, да, или акула глухая, или свисток не сработает. И Валя отправилась куда? Конечно, в сетевой. Туда ж нельзя было идти. Вот. И пришла я потому, что мне очень нужны были деньги. Очень. В принципе, наверное, сейчас многие приходят в сетевой из-за того, что людям нужны дополнительные заработки. И я сейчас понимаю людей, которые, ну как бы они сейчас повернулись, да, получается, большая часть людей повернулась лицом как раз-таки к сетевому. Сейчас уже не так страшно. Уже все знают, что такое каталоги. А когда раньше у нас было, каталоги я разносила, это было что-то удивительное. То есть люди тогда не брали каталоги, они от них отмахивались. Сейчас они, наоборот, говорят, дайте каталог посмотреть. Понимаете, как время бежит, да? Что однажды это было совсем иначе, правда, Аня? Вот. И когда я пришла в сетевой, честно, я думала, ну я покажу каталоги, немножко там побегаю с ними, заработаю кое-что. Так как я учитель начальных классов в прошлом и сидела в декрете, то, естественно, что я сделаю? Я подзаработаю чуть-чуть и потом буквально быстренько-быстренько, ну, найду репетиторство. Ну, вот в сетевом я как с 2001-го как пришла, так и застряла. Вот. И очень рада тому, что я работаю в сетевом бизнесе. Угу. Я, кстати, ведь вот не замечала, что ты вот сейчас сказала, ведь правда истинно, сейчас действительно люди сами ходят и просят каталог. Ко мне вчера пришла соседка, Ань, ну-ка, что у тебя там, дай-ка я посмотрю. Ну, я ей давай объяснять, что к Новому году уже не успеют прийти подарок, потому что, как бы, говорю, только к Рождеству, там, все такое. Она говорит, ой, надо было заранее. Я говорю, да, у нас же все напрямую со склада, мы застрахованы от подделок, все, она, все, только у тебя вуза, как сама пришла. Ой, а у меня нет, у меня наоборот. Получается, что сейчас, если сейчас люди придут, ну, они еще успеют, в воскресенье мы еще получим, как раз перед Новым годом мы получим как раз заказ. Да, круто, да? Я вот рада, у нас уже 10 числа, 10 января доставка стоит. Нет, у нас еще стоит доставка, вот, в воскресенье. Поэтому очень все рады, да, и, пожалуйста, все, кто сейчас присоединился, проверьте, напишите на свои пункты выдачи, узнайте, когда у вас доставка. Видите, у Ани нет доставки, а у нас, например, еще идет доставка. Поэтому всех-всех вот рекомендую, да, это сделать. Всем рады. Ой, сколько людей присоединяется. Я бы вас всех там поцеловала бы, обняла бы. Так, Аня, следующий вопрос. Я на первое ответила. Да, Валя, какое у тебя образование? Образование высшее. Сначала я обучилась в педучилище, потом педагогическое высшее, заканчивала заочно, психолог, детский и педагог. Но работала по специальности, по-моему, лет 7 только. Очень любила. Ну, очень я любила это дело, честно. Я детей обожала, поэтому мне это нравилось. Ну, вот, видишь, как бы пришла в сетевой и осталась тут. Тоже очень нравится. Работать с детьми, потому что у меня характер такой. Когда ко мне приходят в гости дети, они начинают везде бегать. Я только вспоминаю, так, все ли я таблетки убрала, все ли у меня в порядке, нигде ли они не стукнутся. И у меня начинается какая-то паника. Я работала в садике когда нянечкой, то мне было действительно страшно, когда эта курьба бегала туда-сюда. Я каждый день такой стресс испытывала. Я поняла, что пусть я люблю детей, но пусть они будут там, не со мной. Потому что это просто вот такая ответственность колоссальная, которую я выдержать не смогла, если честно. Вот. А у нас еще воспитатель такая была. Она все время убегала, то чай пить, то еще что-нибудь. И вот я смотрю на этих 20 голов и думаю, не потерять бы, не потерять бы, никто бы не стукнулся, никто бы не подрался. Я вообще, у меня плохой обувь с детьми был. Страшное дело. Я хотела сказать про, кто есть у нас педагог, ребята, приходите в сетевой, потому что педагогам гораздо проще общаться, действительно, им проще. Поэтому если у вас есть в структуре педагоги, или вы думаете как, пожалуйста, приходите, у вас получится точно. Действительно, у нас врачи как-то вот не очень растут, да? А именно педагоги у нас очень хорошо растут, потому что тут, чем ты лучше обучил свою команду, тем она у тебя лучше растет. И получается, что педагоги это вообще самое-самое то, в сетевой идти. Итак, Валя, как ваши близкие отнеслись к занятию с сетевым бизнесом? Ну, если вспоминать самое начало, как мои близкие отнеслись, то вплоть до того, что муж сказал, квартиру не отдадим, ну, представь, в 2001 как раз МММ прошел, там, да, там, Гербалайф, по-моему, был тогда. И вот эта вот вся куча-куча-куча, и тут Валя такая раз, приходит и говорит, а давай-ка, дорогой, пойдем-ка мы в сетевой. И он мне говорит, так, квартиру не отдадим, ничего не отдадим, все, короче. И я такая стою, и представляешь, мне нужно паспорт взять, я говорю, мне паспорт. Он говорит, все, смотри, то есть паспорт, это очень серьезно, ты за ним вообще там наблюдаешь. Я пришла такая, помню, а еще, значит, там, где наставники были очень такие, вот, знаешь, представительные люди, и тут мой паспорт, я отдаю паспорт, и так медленно наблюдаю, куда же он пошел. И мой паспорт пошел по рукам от одной женщины к другой. Я их не знаю, куда-то мой паспорт уходит. Я смотрю, думаю, сейчас они меня в заложники возьмут, и все. Вот, кое-как, честно, это было вообще, это что-то было, шоу какое-то. Вот, и когда уже пришло, вот, они мне все рассказали, все отдали, вот, и только тогда я успокоилась, что мне паспорт вернули, слава богу, мне вернули паспорт, и все, теперь как-то нормально. Ну, вот, вплоть до того, что муж сказал, да, вот, очень так серьезно было. Потом муж присоединился, причем это было очень так интересно. Я ходила, собирала заказы, у меня ничего не, вообще, я не продавец, вообще, вот, просто. Потому что так как я ходила собирать заказы, наверное, не ходил никто. Я взяла ребенка маленького на руки и пошла по магазинам. Думаю, вот я сейчас выберу такую центральную улицу и пойду быстро насобираю, что там собирать-то. Захожу в магазин и думаю, мне надо сказать только одну фразу, здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, каталог. А у меня все время вылетала только такая фраза, здравствуйте, подождите мне, пожалуйста, вот эту линейку посмотреть. И пока Валя прошла этот, этот я скупила в магазинах, все. Но я так и не смогла отдать каталог, первый раз. Вот такой я продавец, понимаешь? Вот, и, короче, уже возвращаясь домой, все, у меня такая вот апатия была. И думаю, ну, все, сейчас вот последний раз, ну, вот последний уже стоит ларечек такой. Думаю, сейчас я туда зайду, спрошу, вот если я не смогу, все, сетевой это не мое, 100%. Мне так хотелось, чтобы это было мое, потому что я это видела, эти баночки, такие они похучие. Я так хотела, чтобы у меня это все стояло тоже, а денег-то нет, да? Блин, как же мне это все хотелось. И тут я, значит, захожу в этот ларечек, и бабулечка, так где-то вот лет, наверное, 60-70 уже такая вот, вот прям бабулечка. Я вздыхаю, поворачиваюсь, уходить. Она говорит, девушка, а что вы хотели? Я говорю, да, я вам косметику принесла. Она говорит, и что это? И она у меня покупает на тот момент на 500 рублей. Она говорит, ты не представляешь, я сижу в этом ларке, я выйти не могу. Это мой ларек, я, говорит, выйти не могу, представляешь? Я такая радостная, заскакиваю домой, значит, с ноги дверь открываю. Как же так, дорогой муж, представляешь, такая пришла эта, первая зарплата, считай. Вот, и когда мы уже первый раз отправили, заказ получили, отправляли через автобус и так далее, и тут я поняла, а что муж-то сидит дома? Мне нормально, да? Я, значит, тут работаю, а он подумает, что только репетиторством каким-то занимается, а может быть, ему надо еще тоже в сетевой? И я его выпихиваю просто. Я говорю, иди, и без заказа, дорогой, не возвращайся. Вот так, как он мне сказал, без квартиры, так и я ему, значит, иди. И он отправляется. Мужа нету час, мужа нету два, Аня. Я думаю, не поняла, вообще мой муж вернется, или я его так навсегда уже прямо отправила? Через два с половиной часа заходит муж, он приходит с таким, он купил, пошел в магазин, купил блокнот, ну, видать, как я по тому же методу, да? И пошел по рынку, и девчонки мои, вот они, может быть, даже на прямом эфире кто-то есть, они работали на рынке и рассказывают. Смотрим, мужик ходит, пацан, говорит, такой, ну, представительный, ну, раз прошел вокруг, сделал круг по рынку, второй раз, говорит, пошел по рынку, третий раз пошел по рынку. Они говорят, слушайте, мужчина, что вы тут ходите? Он говорит, да у меня тут каталог есть. Он говорит, ну, а что вы молчите? И они ему сделали заказ, там список был. Вот в этом блокноте, по-моему, два или три листа исписанных. То есть он пришел с таким заказом, что я просто вот села так и говорю, ну, все, я поняла, что я против тебя, я не попру. И вот с тех пор он как бы мне помогал. Вот, ну, до какого-то момента, пока вот мы были в первой компании, до какого-то момента он помогал, а потом все. Вот, сейчас вот пытаемся опять сделать совместный бизнес, но почему-то пока еще я, ну, не вижу такой прям большой еще помощи, мне хочется больше. Вот, а вопрос я тут увидела, был вопрос, когда я пришла в Фаберлик. Я в Фаберлик пришла осенью 2016 года. И взяла быстрый старт, между прочим. Да, да. Быстрый старт за 4 технолога сделали директора. За, по-моему, полгода вот сделали старшего. Ну, вот сейчас вот я видела Иришку Фролову из города Сочи. Иришечка, тебе и твоей команде всем привет. Это мой, грубо говоря, первый директор. Да, вот. Поэтому сейчас есть один директор, и вот скоро-скоро будет уже второй директор. Я очень на это надеюсь. И второй директор. С многими людьми на прямом эфире я уже виделась. Вообще приятно. Да. Прямо бальзам на душу. Вот в январе поедем в Казахстан. Ох, я с огромной командой в Казахстане хотя бы познакомлюсь, хотя бы обниму хотя бы каждого. Вот. Ну, вот видишь, какая география большая, Ань. Ты можешь приехать к нам в Минеральные воды, и мы тебя встретим. Да, ты можешь приехать в Сочи, тебя встретят. Понимаешь, ты можешь приехать куда еще? Да, мы едем к вам. Сейчас я нахожусь в звании старшего директора. То есть это звание... Зарплата у нас, ну, хорошая. Вася, у нас крутая какая, ничего не хвастаешься. Ну, ну, а что, как бы, просто не хвастаюсь, да. Зарплата, вот смотрите, бывают зарплаты разные, да, потому что старший директор, это нужно сделать 5 тысяч баллов. Когда у тебя все-таки не 5 тысяч, а 10-12 тысяч баллов, соответственно, у тебя зарплата другая, правильно? То есть это надо считать. Да, поэтому, смотрите, если так рассчитывать, вот у нас сейчас зарплата получается около 70 тысяч в каталог, ну, где-то 110-120, ну, когда как получается. Получается в месяц. То есть я считаю, что... Надо прибавлять. Надо прибавлять. Ну, а чтобы прибавить, ты же сама знаешь, нужно открыть новые звания. То есть прибавить можно, конечно. То есть даже на уровне старшего директора, ребят, можно получать 200 тысяч. Можно. Но можно прибавить и сделать так, чтобы и ваши директора получали деньги. Поэтому здесь просто... Я сказала, что женщина, она в компании Фаберлик, это женщина 20 лет. Ну, она тогда была 18, но это было 2 года назад, сейчас она 20 лет. Она зарабатывает на уровне старшего директора 600 тысяч рублей в каталог. Да, ну, очень... У нее невероятно огромная ширина. Она невероятно много. Она каждый день проводит какие-то презентации. Она проводит онлайн-презентации. Девочки ее все так любят. И каждую неделю у нее дверь, как сказать, вечер открытых дверей для всех. Они там собираются все новинки тестировать. Вот это вот все. И она постоянно... Она зарабатывает 600 тысяч рублей. Старший директор. Больше меня. Ну, вот видишь там. Да, то есть зачем человек приходит? Иногда человек приходит в бизнес за призванием, за лидерством. Иногда он приходит за какими-то званиями новыми. А иногда человек приходит просто за деньгами. Поэтому здесь у каждого будет своя правда. Ну, конечно, это очень хорошие деньги. Честно, 600 тысяч, Аня. На таком-то уровне. В шоке была просто. Да. В этом муж собирали всех. И ее собрали из-за того, что у меня очень огромный оборот. Ее собрали. И она, смотрю, заходит женщина такая. Ну, два года назад я кем была, да? То есть мы еще только квартиру купили. Мы еще только все это выплачивали, обставляли. Да? То есть особо там у нас не было денег там на золото. Там, знаешь, на все на это. И вот я смотрю на нее, а она прям вся в золоте такая. Вся ухоженная. Вся красивая. Зачем я говорю, девочки, это старший директор. Я говорю, у меня только в дубах не блестит. Я говорю, это что за старший директор такой? И вот мне про нее рассказали. 600 тысяч рублей получено. Я в шоке просто, в шоке. Вот. Валя, какой вопрос тебе? Как стать дисциплинированной, когда работаешь на себя? Ох, это очень сложный вопрос, Аня. Очень сложный. Очень. Да. На самом деле, вот ни одна мотивация, ни одна мотивация извне, внешне, она никак не повлияет на то, чтобы человек сам работал. Понимаешь? Например, я могу открыть ИП, называться ИП, да, но толку от этого не будет, если человек сам не поймет внутри себя, а зачем он пришел в Барлик. Вот это внутренний ответ. Если тебе утром будут, ты встаешь с такой, легкостью, и ты понимаешь, ты встал и думаешь, вау, сегодня у меня вот такой день, мне нужно сделать это, 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 я хочу. И ты просыпаешься, и не надо себя будить, не надо тебя к кровати сталкивать, правда же? То есть у тебя уже эта мотивация изнутри идет, и человек идет, работает. Вот должна быть эта внутренняя мотивация. И многие люди говорят, у меня в сетевом не получилось. Нет, не то, что не получилось. Ребята, просто немножко непонятно, зачем ты сюда пришел. Вот если он изначально, человек, пришел сюда и не понял, зачем, он не сможет дальше работать. И дисциплина играет очень важную роль. Вот вспоминайте, например, этих, скажите, спортсменов, да? Если человек спортсмен, у него, сейчас чуть-чуть так поверну, солнце чуть-чуть в глаза мне. Если человек спортсмен, он должен встать утром, сделать там зарядку, да? То есть он должен побежать там в 5 утра и так далее. Представьте, что он не будет этого делать, а у него один раз в 4 года эти олимпийские соревнования. И вот он ради этого встает. То есть когда мы ставим перед собой цель, мы должны ее понимать. Многие говорят, вот кто-то как-то мы разговаривали с лидерами, да? Они говорят, например, такая амбициозная цель какая-то, что там открыть звание партнера, да, к примеру. Если тебя это звание греет, ребят, вот оно должно откликнуться в душе, да? Если оно греет тебя, то есть, вау, я хочу быть как Аня, вот, вау, я хочу быть партнером. Я хочу быть генеральным партнером. Посмотри, как Аня и как партнером, хоть генеральным, Аня, разница большая. Я хочу быть как Аня. Сравнение, да? Нельзя хотеть как Аня, потому что Аня хотела так, она вставала с утра и не ложилась, да? Поэтому здесь нельзя это, надо представить, как я могу, как я хочу. И когда ты думаешь, как ты глубоко хочешь, как бы извне приходят силы, они тебе даются. Вот только в этом случае. То есть ты хочешь, извне приходят силы. И представьте, например, ты загадала желание. Я хочу стать там бриллиантовым директором. Что ты сделаешь для этого? Что ты можешь сделать? Ты отвечаешь себе, я могу там каждый день вести вебинары, я могу там в неделю раз вести вебинары и так далее. Тебе даётся эта энергия, даётся эта сила. Но тут ты вспоминаешь, что вот на тебе, у тебя вебинар не будет вестись, а надо потратить это время, там, в гости пришли или ещё что-то. И энергия будет уже утекать. То есть она как бы входит большим потоком и выходит так же большим. И человек понимает, что очень скоро он перестаёт расти. И он перестал расти, потому что он дал себе обещание. Вселенная дала ему энергию, но человек этой энергией вот на это обещание не воспользовался, а потратил другое место. И всё, человек перестанет расти. И тогда очень тяжело выйти вот из этого состояния. Ну вот я расскажу про себя. Ну раз у нас честный эфир, да, я расскажу про себя. Когда я пришла в Фаберлик, я сказала, мне нужны деньги. Другой компанией я была ставшим золотым в открытом звании Сапфира. А сюда я пришла уже, и я понимала, что мне нужны деньги. Я говорила, меня хоть пеньковым назовите, платите мне. И так и получается. Когда сейчас люди уже там открыли золото, да, там люди уже открыли там элиту и так далее, у меня хорошая зарплата, но я ещё старший директор. То есть вот понимаешь, как работает вселенная? Вот тебе и дали. Да, что ты хотела? Зарплату? Причём зарплату я реально понимала, что 120 тысяч в месяц я спокойно потяну. Ну то есть психологически. Вот, пожалуйста, 120 тысяч. То есть теперь нужно открыться для того, чтобы следующая сумма пришла, понимаете? Поэтому вот если... Просто хочется, чтобы человек, когда пришёл сюда, он понимал, что я сейчас приду на обучение. У нас же шикарное обучение, да, вот это векторное, боже. Там есть вопрос про векторное обучение. Аня, я же вопросов не знаю. Правду вы знаете. Ну, правда, я вопросов не знаю. Что-то Маня задавать будет, не знаю. Но мне хочется с вами поделиться вот тем, что мы находимся на проекте Фабролик Онлайн, и у нас есть сейчас векторное обучение. Так вот, это векторное обучение, оно просто потрясающее. Оно позволяет людям очень быстро стартануть. Быстро. Такого не было, когда я пришла. Ну, было обучение, да. Ну, такого, чтобы, знаете, вот... Мы пришли все, работали на земле. Мы пришли сюда с этим опытом. Так вот, когда ты приходишь сюда с опытом с одним, и хочешь понять, как работает интернет, а кроме как кнопки вкл и выкл в компьютере, ты больше ничего не знаешь? Тяжело. Ну, это очень тяжело, Аня. Очень. Вот. И человек приходит и понимает, ему нужно отправить скрин там новичка, а он вообще не знает, что такое телеграм, понимаете? То есть для него это вообще стрессовая ситуация. Но он должен понимать, зачем он это делает. Для того, чтобы понять вот эту вот мысль, да, смотрите. Человек, приходя в сетевой бизнес, получает второе образование. Он будет сетевым менеджером. А менеджерство просто так не происходит. То есть человек должен прийти в сетевой, получить это образование. Как? Да, ребята, через зачеты, через экзамены вы приходите и получаете диплом. А у нас векторное обучение. Вот заходит человек на вектор, и, представляете, ему еще дают выбор, какому же методу ты можешь учиться. Выбор тебе дали. Что там в институте вам дают такой выбор в университетах? Нет, конечно. Ты пришла уже, сколько там у тебя баллов по ЕГЭ набрала? Ну, вот сюда я проползаю, вот сюда на бюджет и пошла. А тут бесплатное такое образование. Поэтому образование плюс внутренняя энергия, сколько ты можешь потратить времени, вот это приведет тебя к цели. Аня, ну, вот как ты рассказывала свою историю, я все время вспоминаю, что ты работала там по, не знаю, сколько часов, там, в сутки, три часа спала, да? То есть ты вставала, и опять у тебя энергия опять пахать. Потому что вот у тебя намерение было. А человек пришел в сетевой, мне сказали два часа. Не только намерение. А у меня еще, откуда появлялась энергия, она появлялась от того, что у меня получалось. Что получалось у людей в моей команде. И я понимала, что я все делаю правильно. Я такой человек, мне надо, чтобы все было правильно. Если человек делает правильно, у него должен быть результат. Если у моей команды есть результат, значит, все, все в шоколаде. Все. Я спокойна, из-за этого у меня шла энергия. Просто иметь одну цель, мне было бы, наверное, тяжело расти. И я еще росла сильно быстро, потому что не только надо было срочно денег, да? Потому что я поняла, что по найму мне не пойти. Это во-первых. И во-вторых, такая ситуация сложилась, что даже выразиться, вот надо подумать, да? То есть, ну вот, знаете, как можно сказать, что сила лидера, она в мышлении. То есть, когда вы понимаете, что помогая другому, зарабатываешь сам, и никак по-другому. Если ты не помог, ты не заработал. Вот это нужно для себя полностью уяснить. И когда я вот это поняла, и я поняла, что я должна сделать все для своей команды, я не следила за своим ростом, я не следила за своей зарплатой. Я следила, чтобы у меня все в моей команде были довольны своей именно зарплатой. И вот тогда и получился успех. Очень многие думают, наоборот, только о себе, только о своих деньгах. И у их команды может что-то не получиться. А если думать именно... Вы получите в 50 раз больше, если вы будете думать о своей команде, чтобы у них все получилось. Потому что сетевой – это не наймки. Вы отработали, получили деньги, ушли. Сетевой – это когда вы, помогая другим, начинаете все больше и больше зарабатывать. Согласна. Да. Намерение преддействия. Намерение преддействия. И главное, что после... То есть ты должен понять, что ты идешь туда с командой. В сетевом ты приглашаешь на себя. Очень многих людей я не пригласила в Фаберлик. Почему? Потому что я понимала, что мне придется с ними обязательно общаться. И не очень-то иногда этого хотелось. Да, да. Конечно, и психолог, и ораторство. Тут станете кем угодно, ребята. Но поверьте, по обучению в сетевом можно поступить потом на любую работу, абсолютно на любую. Если у вас был успешный опыт в сетевом, вы сможете – все. Это точно. Да уж, это действительно так. Так, Валечка. Как мотивировать себя, когда ничего не получается и хочется сдаться? Ох, для этого есть разные методы. Как можно мотивировать себя? Это, конечно, покопаться в себе. Самое главное – понять, что все проходит. И то, что у тебя не получается, этот период тоже пройдет. Можно побездельничать немножко. То есть человек должен это делать осознанно. То есть я понимаю, вот что-то на меня навалилось, вот как-то так тяжело. Я вот сейчас сяду, прям вот все расслабилось, все выключило, забылось. Вот сяду в сериал, посмотрю, и вот все там, да, или фильм какой-то включу, или схожу в кино, или с подружкой поболтаю. После этого я вернусь, уже как бы обновленная. Но человек должен понимать, что это приносит ему энергию. Иногда люди впадают на оборот. Депресняк, то есть он пойдет сейчас поговорит, выпьет, закусит, да, и получается, что он еще больше себя заносит вот в депрессию, и больше уже человеку тяжело выйти. А есть еще другой метод. Ты можешь просто посидеть, посидеть какой-то обучающий фильм. Вот это еще лучше, да. То есть когда ты смотришь психологов каких-то. Но, ребята, тут самый важный момент. Сейчас в Инстаграм все психологи, сейчас в Инстаграм все эксперты, сейчас где только на Ютубе. То есть все психологи... Все эксперты, все профессионалы, все. Поэтому тут нужно тоже понимать, кого смотреть, потому что не каждый психолог может вас вытащить, но каждый психолог может вас засунуть внутрь себя. И вот когда вы начнете внутри копаться, ребята, на это могут уйти полностью там годы. Годы вашей хорошей жизни. Поэтому тут вот копание в себе, вам результат не принесет. Ну, с вами... Все, вообще все до единого. Там все прям крутые. Да, да, вот кого не глянешь, прям, господи, один ты сидишь такой, думаешь, боже, а чем я-то вот как-то выделяюсь, не знаю чем. Есть один такой момент, когда человек хочет чему-то научиться, он ищет информацию, да. Информацию можно найти в фильмах, у экспертов. Главное понимать, да, что это за эксперты, а можно найти в книгах. Я вот хочу вам предложить книги. Я знаю, что вот всегда предлагают нам по сетевому хорошие книги, ребята, да, там, Гандапаса посмотреть, да, тоже хорошо. То есть это действительно хорошо. Но мне хочется предложить то, что, может быть, ну, другие не предлагали, или, может быть, вы никогда не сталкивались. Вот есть такая книга, Джон Вон Эйкен написал, возможно, все. Ну, может, я не знаю, там все получается не так, да. Джон? Джон Вон Эйкен. Вот такая книга есть, возможно, все. Она достаточно умная. Сейчас я покажу прям. Да. Вот она достаточно умная книжка. Там прям вот расписано, как что делать. Но у него же есть книга, у него же, вообще я влюбилась в сетевой благодаря вот этой книге, называется «Дневник сетевика». Его же книга, она написана как художественное произведение. И вот в этой книге можно найти много ответов на то, почему не получается, почему, что нужно сделать, чтобы у тебя получилось. Вот очень интересная книга, и он, ну, потрясающе пишет. Вот. А также есть еще одна книга, вот сто процентов вы, наверное, ну, те вот книги, не знаю, читали, нет. А вот эта книга называется «Правила». «Джек Кенфилд». «Джек Кенфилд». Сейчас покажу. «Джен Келфилд». Вот так она выглядит. Он в соавторстве. «Джек Кенфилд». «Джек Кенфилд». Вот они в соавторстве пишут. Очень интересная книга. И вот по ней очень интересно выходить из ситуации, когда тебе что-то, у тебя что-то не получается. Всегда обращайтесь к книге, да, например. Смотри, Аня, вот, к примеру, есть такая ситуация, вот не знаю, как поступить. Вот вести мне вебинары или не вести, там, делать то или не делать. Мы говорим, что случайности не случайны. Если вот немножко свой мозг дать ему возможность, да, там, подумать вместо вас, расслабиться и открыть книгу на том месте, на котором, ну, вот, открываешь и читаешь. Только книги нужно брать правильные, да, то есть, ну, книги, которые расскажут тебе, ну, по психологии что-то. Вот, к примеру, можешь сейчас вот там загадать, например, что нужно сделать, я не знаю, там, каждому из вас, вот каждый загадали, да, к примеру, загадывайте какое-то желание и вот сейчас прям все загадываете и загадывайте первый вариант, второй или третий. А я вам сейчас открою вариант, почитаю, а вы поймёте. Итак, у вас какой-то вопрос есть? Вы про себя загадали? Первый вариант, второй или третий? Так, ну, теперь смотрите, кто выбрал первый вариант? Открываю для вас. Ну, то есть, так тоже можно. Мы так делали с девчонками на Новый год. Итак, первый вариант, кто выбрал для вас, девочки. Читаю. Стать художником любой ценой. Расшифровываю. Всё, что вы сейчас вот загадали, вы можете это делать любой ценой. Вам нужно просто намерение своё определить и вот стать художником любой ценой. То есть, для вас это сбывается. Кто выбрал второй вариант? Да, точно так же берёте, на любой странице. О, кто первый? Вот. Второй вариант, ребята. Уже не только для деловых людей. То, что вы загадали, рассчитывайте теперь сами. Не только для деловых людей, но для кого-то ещё ваше предложение, возможно, будет работать. Окей, да? Понятно. Кто загадал третий вариант? Чуть прям третьих так много. Так, третий вариант для вас. Посещайте тренинги по раскрытию человеческих возможностей. О, мне надо. Ну, вот таким образом можно просто вытащить себя, как бы, ага, что мне нужно? Чаю под ваших правдень. Ну, вот, понимаешь, то есть, если ты загадала что-то, и это сейчас совпало, и вам откликнулось это в душе, ребят, окей, вот делать этот метод, но это тогда, когда вы вообще не знаете, что делать. Ну, вот, застопорились. Вот застопорились, прям встали. Вот ни туда, ни сюда, ни тыр, ни пур, ни кукареку, да? И стоите, не зная. Вроде послушали, и всё сделали. Откроете, посмотрите, ответ. И сделайте, только сделайте, как там написано. Ну, вот так. Так что всё очень легко. Чётко? Ой, Анечка, ты тут тоже, Атамась. Да. Да, все вот, как приятно. Спасибо, девчонки, что пришли, поддержали. Спасибо огромное, правда. Так, Аня ответила на вопрос, да? Как мотивировать себя? Вот ты ответила, как мотивировать себя. Ну, вот, знаешь, ещё есть такая фигня, по-другому её не назвать, как эмоциональный выгрань. Вот что делать с ним, если вот ничего не хочется, всё ты можешь, но ничего не хочется. Но с эмоциональным выгоранием здесь всё-таки сложнее. Здесь действительно, вот эмоциональное выгорание, то есть ты должен понять, что ты видела. Я тебе объясню, почему я такой тебе вопрос задаю, потому что ты, во-первых, специалист, во-вторых, очень много девчонок приходят на проект, кидаются что-то делать, но бросают и не выделывают. У них наступает тот момент, что он идёт, как эмоциональное выгранное. И вот мне порой интересно, как их оттуда достать, чтобы вот у них хотя бы что-то бы получалось, да, вот какие-то, может, слова правильно сказать, может быть, ещё что-то. Ну, вот не получается порой. Такие они оседают, молчат, и я понимаю, что у них есть хороший потенциал, но вот что-то им мешает. Им, именно вот у них в глубине, то, что они пришли с рвением, да, а потом стали затухать из-за того, что там отказали, тут подопнули, тут отговорили, там мало получили, да, то есть мы же все с нуля начинаем зарабатывать, миллионы-то уже потом. Вот. Мне вот интересно, вот именно эмоциональное выгорание. Ну, вообще, как бы, есть такой градусник энтузиазма, да, и там есть вот эмоциональное выгорание, когда человек понимает, вот он шёл-шёл-шёл к чему-то, и потом вот как-то раз и стал опускаться, да, вот до состояния апатии у него доходит. Ну и всё. Ведь человек в этом состоянии, ему, ещё раз, откройте градусник энтузиазма. Есть, кстати, вебинар-по у меня по этой теме. Вот. И посмотрите, значит, чтобы выйти из этого состояния, вы должны выйти на одно состояние выше, понимаете, ещё на одно состояние выше. И вот таким образом вы продвигаетесь опять к положительным моментам. Ну давай лучше поговорим о том, как туда не попасть. Вот изначально лучше говорить с человеком, как туда не попасть. Эмоциональное выгорание бывает у всех. Почему делают на работах вам эти выходные, почему даются отпуска, почему люди так ждут эти отпуска, потому что они устали, им нужно подкрепиться, да. И вот они ждут этого отпуска, они вот так планируют, просто вот, просто колоссально. Я вот удивляюсь, что так день не планируют, как планируют именно отпуск. Так вот. Вот неправда написали. Всем быть лидерами выживают сильнейшие. Мы сами в себе развиваем силу, никто нам её не развивает, мы не рождаемся с силой, мы её сами себе развиваем. Постепенно, постепенно. Как раз на этот вопрос. В 10 минут вы можете дольше работать, чем обычно, и всё у вас будет нормально. Неправда. Не надо себе, на себе ставить крест ни в коем случае. Да, вот именно в сетевом бизнесе, именно в сетевом, не выживают сильнейшие ребята. Здесь вообще непонятно, куда выстрелит эта пушка, и какой человек сейчас выйдет. Уже с опытом человек в сетевом, вот Аня правильно сказала, да, вроде как, почему он на выгорание уходит, вроде как человек-то хороший, и она потенциал в нём видит, а он не растёт. Почему? Потому что человек эмоционально выгорает. Он не делает те действия, которые приводят его к результату. Он делает другие действия. Так вот, чтобы не попасть вот в этот поток, вот в это эмоциональное выгорание, оно может быть вообще везде у человека, оно может быть у человека как на работе, так и в семье, да, то есть везде. Тут теперь давайте перед тем, как вы собрались стать директором компании Фабролик, например, или любой другой компании, да, вот вы поставили себе цель. Поставили себе цель, и ваша задача какая? Ваша задача сейчас определиться. А если у меня не получится, вот если у меня не получится, то что я сделаю? Вот я сейчас пойду, раздам каталоги. Помните, как я рассказывала? А если у меня не получится, то что я сделаю? Я соберусь, сяду в уголочек и буду ныть. Но никто же из вас так сейчас не напишет, правда? Вы же сейчас сразу скажете, ой, слушай, но если я пойду к Ване, к Тане, вот я написала там, стой человек, пойду к ним ко всем схожу, и у меня никто все равно ничего не купит, что я сделаю тогда? И вот на этот вопрос вы должны ответить сами. И вот когда такое, не дай Боже, случилось, а у вас уже есть план, опа, а у меня план, как выйти дальше, а я тогда не Ане, Пете, Ване пойду, а я пойду в интернет развиваться. Понимаешь? То есть ты изначально готовишь как бы момент, а что будет, если вдруг у меня не получится? И потом еще второй вопрос должна себе отдать, отдать такой вопрос. А чем я готова пожертвовать, что я готова сделать, чем вот сейчас, на сегодняшний момент, я могу пожертвовать? Что я могу сделать, чтобы прийти к директорству? Потому что человек, он не хочет, я вот смотрю, вот я сижу вот сейчас такая, представляешь, приходит человек и говорит, все, Аня, ты должна срочно стать директором, потому что у меня в Фаберлик, там такие планы. Я сижу такая, ну вроде как мотивационно он говорит, вроде как правильно, вроде тоже ничего, там каталог дать посмотреть, ну да, ну в принципе давай попробуем. Все, у того человека надежда на тебя, а у тебя еще надежды на себя, то такой нет. То есть ты просто решила, а давай попробуем. Да. Все. И попробовала, и не получилось. А вот другой момент, когда ты говоришь, я уверена, что у меня получится, и я готова сейчас отложить все сериалы, я не буду их смотреть, да, до момента, пока не стану там директором, я готова, например, один час не ходить там куда-то, туда-то просто там трындеть, например, с подружкой по телефону, я готова это отложить. И я готова тогда работать над другим проектом, понимаешь? То есть человек должен что-то давать вселенной как бы взамен. Вселенная дает тебе любую, какую ты попросишь, просите, она вам даст, горы свернете. Но если ты уж попросил, тогда делай. Поэтому здесь нужен план, чтобы вдруг, то есть как бы соломку подстелить. А что будет, если? Вообще опасно просить и не делать потом. Очень опасно. Поэтому лучше уж не просить, если не делать. Да, если ты не собираешься делать, ребят, то лучше не просить. Вернется в два раза и хуже. Хорошо, если делать с деньгами, а не здоровьем. Понимаете? Какой, Валечка, у тебя распорядок по дням сейчас и какой был в начале пути? Скорее всего, этот вопрос подразумевает то, что появилось ли у тебя, может быть, больше свободного времени, как ты раньше это делала, как сейчас, да, то есть какие у тебя, может быть, поменялось мышление, да, раньше ты собирала команду сама, а теперь ты руководишь командой и все равно еще ее в добавок собираешь. То есть прибавилось ли у тебя свободного времени? Вот на удивление, люди думают, что чем больше человек на каком-то высоком уровне, у него вообще меньше времени и они боятся даже позвонить человеку. На самом деле это не так. Вот я точно знаю, что чем выше ты поднимаешься, тем у тебя больше обязанностей, ну, вот как-то к радости у тебя и больше свободного времени. Я вспоминаю 2016 год, когда я пришла и вышла на быстрый старт буквально за 4 каталога. Как это делалось? Это делалось усилиями, я сказала себе и всем своим семейным, я сказала, ребята, меня сейчас вы не трогаете, я не делаю уроки с ребенком, это делает папа, я не готовлю, это делает папа, я не убираю, это делаете вы тут, дети, да, как бы все, я ушла. Но через месяц, я обещаю, у нас будет с вами доход такой, как был в той компании. Через 2 месяца уже выше. Ну, и через 4 я стану директором, как минимум. Понимаете? Вот так вот, вот это то, что человек называется, уже пошел, все, сжег все мосты, сказал, что он идет. И когда это стало, вот я стала делать, что у меня было? С утра я вставала, у меня был телефон, по телефону со всеми, кто у меня в телефонной книжке, мне было все равно. Ой, Иванова, наверное, откажет, да, пофиг, откажет она мне или нет. Мне было, надо было ей написать, Лена, привет, как у тебя дела? Я в компании Фабролик, вот тебе каталог, если что нужно, пиши, звони. Если она не откликнулась, я ей позвонила. Вот таким образом я рассылала смс в WhatsApp, в Viber, я ходила, у меня было очень много встреч, бывало и по 10, по 15 встреч в день, когда я отдавала просто каталоги. Я работала вот с утра и до самого вечера, вот просто. Встречи живых? А? Встречи живых? Да, да, у меня были живые встречи, их было очень много, просто вот они, вот у меня была цель, понимаешь? У меня семья осталась без денег, я ушла из той компании, все, как бы я написала заявление, и там ушла, и перешла сюда на ноль, на ноль. Я сидела и думала, у меня волосы вот так вставали дыбом, что делать, как? А по-другому, как по-другому? Только так. И вот я поняла, что я в этом темпе могу выдержать 4 каталога. Я же физически тоже понимаю, как я могу расти. Я на себя, что за 4 каталога я могу это сделать. Все, и пошло, пошло. Там даже не 4, там получилось буквально 2 каталога, и там, по-моему, 15% было уже сразу, прям там, там что-то очень быстро пошло. А потом пошел вот этот вот снежный ком, когда девчонки стали подписывать, 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 да, и то есть вот это все, и потом привело к тому, что у тебя очень большая структура, и с этой структурой нужно теперь работать. То есть факт в том, что человек должен уметь расставить свой план действий со своей энергетикой. Я же просила, да, прокормить свою семью вселенную, прошу, я готова пахать. Я действительно пахала. Все, я пахала, как бы потом дальше уже пошло. Теперь пошло, как расти девчонок, как из этого сделать 20%, как из этого сделать 20%, из этого, из этого. И вот этот пошел уже разброс. И дальше я смотрю на людей. А как они работают? Одно слово сказать, а другое слово сделать. Валя, я готова, да, проводить 5 встреч в день. Сколько ты сегодня провела? Ни одной сегодня не смогла, потому что все, аргументы исчерпаны, понимаешь? Вот. И поэтому сейчас, ребята, вот когда вы выходите на уровень, да, там, директора, старшего директора, у вас получается даже больше свободного времени, чем было тогда, вот когда ты была просто, просто обыкновенным человеком. Почему и говорят, директоров мало? Да потому что до директорства нужно отпахать, потом будет проще. Это как в институте, первый год вам тяжело, а уже на втором, третьем за вас зачетка работает. Так и здесь. Вот такой момент. Аня, у нас там по времени, у нас есть еще время? Еще 15 минут у нас с тобой. Ух ты ж. А ты ровно вышла? А? Да. Ты ровно вышла, да? Это там, да. И, Маля, Валечка, как вывести новичка на заказ? Вот такой вопрос. Ну, ребят, тут надо тоже посмотреть, какого новичка вы подписали, да, как он к вам пришел. Если ты новичок по теплому контакту, там очень легко вывести. Просто пригласи его домой, покажи, что у тебя дома стоит, и все. Нет, сними видео, что у тебя дома стоит, отправь ему, пусть он посмотрит. То есть когда теплые контакты, тут гораздо проще, тут вариантов очень много. Когда это не теплые контакты, да, когда это контакты такие вот, ну, пришел по рекламе, например, к вам, или он пришел ко мне, ну, там, к здравению, не знаю, ну, то есть это уже холодный контакт, да, идет. Что нужно? Сначала нужно утеплить отношения. Вывести на заказ можно, когда человек поймет, что вы заинтересованы не в заказе, а в самом человеке. Вот так человек на заказ пойдет. То есть если вы реально об этом думаете. Я помню свое впечатление первый раз, когда показала каталог, и девушка неожиданно в каталоге останавливается на туалетных водах, которые тогда у меня там очень дорого были. И я уже просчитываю в голове, сколько я заработаю. Сейчас она у меня возьмет эту туалетную воду, и я на ней прям, о, вау, так, и она перелистывает дальше. Она все спросила, она перелистывает дальше. И я потом поймала себя на мысли, что человек энергетически считывает с меня мои доллары в глазах. Понимаешь? То есть я не стала думать, как... Ей эта вода, в принципе, не подойдет, да, как бы, ну вот, по ее вот внешнему виду, да, вот я понимаю, что навряд ли эта туалетная вода ей бы подошла. А она уже считала эти доллары, и все, и она перелистнула, и пошла дальше. Вот пока я это не поняла. Когда я это поняла, то есть человек, неважно, рядом вы с ними стоите, или он находится у вас в WhatsApp, и вы его пока видите только по фотографии, он считает ваши намерения. Что вы от него хотите? Если вы хотите его реально вывести на заказ, это один разговор. Если вы хотите ему помочь влюбиться в продукцию нашу, это другой вариант. Есть у меня такая вот Валя Аломская, которая ведет продуктовые вебинары для нашего проекта, да, вот она умеет выводить на заказ просто из-за любви к продукции. Вот что-то там видно, что она любит продукцию, она не сможет рассказать про то, чего она не любит. Вот прям видно по ней. Вот. Есть у нас такая вот еще тоже в моей команде Галя Хуснудинова. Она лидер пока, да, но она умеет выводить человека на заказ. Она ему так расскажет. Просто вот он влюбится. То есть изначально человек должен полюбить. Сначала он должен понять, что вы его друг. Второе, что вы ему помогаете, и только потом вы ему можете предлагать. Можно. И очень хорошо, кстати, срабатывают очень хорошо. Срабатывают маленькие видосики, где вы, например, записываете, ну, что-то про продукцию. Не купите, а вот это поможет вам. Вот это главная фраза. Поможет вам. Угу, молодец. Ну, мы так. Ага, Валечка, почему ты ушла с Арифлейм? Да, была я в компании Арифлейм, была очень долго, 16 лет, в принципе. Это очень большой срок. Компания очень классная, очень хорошая. Но знаете, как бывает, когда у тебя твое мнение и с политикой компании уже не совпадает. То есть компания поменяла политику, и мне это не стало нравиться. Мои люди стали зарабатывать, они стали зарабатывать меньше, да, они стали жаловаться, и я стала видеть, что группа начала рассыпаться. Плюс еще у меня не было возможности работать в интернете. Вот это был самый, наверное, важный аргумент еще. У меня не было... Я пыталась сама понять, как работать в интернете, но у меня не получалось. Вот есть такие люди, да, которые могут хорошо говорить, но абсолютно не могут в техническом плане, да, как-то работать. Вот это я... Ну, вот, я же говорю, вкыл-выкыл бы... Еще пробел я знала, да, вот хорошая кнопка, пробел. Вот. Поэтому мне было тяжело. И я и так, я поняла, что я сама это не сделаю, а мои спонсоры тогда не могли или не хотели это делать, я не знаю. Но факт в том, что они не развивались в этом направлении, именно в направлении интернета. Но я поняла, что за интернетом стоит будущее, и нужно искать такой проект. Я вот очень хорошо помню, как я к тебе, Аня, пришла, нашла я тебя, кстати, на YouTube, искала-искала, нашла, и думаю, ну, вот такая вроде девушка, такая интересная, простая совсем вообще, вот простая-простая. В этом раз я не поняла, что она... А что, она человек номер один, что ли, в компании? Странно, как-то такая простая. Это меня подкупило очень сильно. И потом я все-таки решилась ночью, это было часов где-то в 11 ночи, сидим с мужем, я говорю... Тогда человек номер один была Марья Мумарова. Аня, тогда, да, была она, но ты была очень высоко, очень. Ну, то есть для меня это было, знаешь, вот, ну... То есть я ее посмотрела, я смотрела всех, я ее посмотрела, я посмотрела тебя, я посмотрела других девчонок, то есть, ну, там много кто был. И все-таки остановилась на тебе, знаешь, вот такой выбор. Кою тогда не нашла, кстати, вот Кою я тогда не видела. Вот. Ну, я и рада, потому что теперь у меня три наставника, да, то есть и ты, и Коля, и Таня. То есть я могу к любому обратиться. Вот. Ну, и момент такой был, ночь, 11 ночи, я думаю, 100% они все спят. Я сейчас им напишу, что я хочу к ним подписаться. Я пишу смс-ку и думаю, а завтра, если что, ну, может, я передумаю еще. Мало ли, да, ну, что человеку сейчас стукнет, на ночь заглянили, не надо, какие действия делают. И я отправила смс-ку, и тут раз, и смс-ка в обратную. Ну, вы можете выйти в прямой эфир? Вы можете выйти на связь, типа? О, какая связь? Ну, в скайпе. Ну, наверное, могу, раз я сейчас только написала, да? И ты такая пишешь, да? Я не знаю, ты пишешь, или Антон мне уже писал. Ну, только вы с моим мужем поговорите. Естественно, не помню. Ну, вы с моим мужем поговорите. Ну, ладно, поговорю, что он там расскажет-то? Вот. И все, мы так с Антохой поговорили, и еще связь была ужасная. Я половину слов не поняла, но соглашалась. И он мне такое рассказывал. Я вообще сижу такая, думаю, боже мой. Короче, положила трубку, муж спрашивает, и что? Я говорю, по-моему, меня подписали. И все. Вот с этого все началось. У нас тогда было как? Мы через день веку спать укладывали. Ты, наверное, попалась на тот день, когда была моя очередь. Поэтому Антон с тобой говорил. Да. Я говорю, я была в восторге от всего, от того, что он рассказывал, что будет, что действительно, что он рассказал, все сбылось. Поэтому, Аня, ну, вот оказывается, на ночь, знаешь, можно делать любые вещи. И я просто не ожидала спития. Вот это меня подвело. Вы меня поймали. Я поймала. Действительно, надо быстро реагировать. Вот сейчас люди рекламу запускают, на следующий день, о, Лего пришла, дай-ка отработаю, дай-ка напишу. Человеку уже не надо, он в другое место ушел, ему уже наплевать, что там через сутки с ним связываются. Потом говорят, реклама плохая, выхлоп плохой. Извините, меня выхлоп-то плохой. Почему? Потому что вы не вовремя идете и не вовремя разговариваете с людьми. Ну что ж, Валя, у нас с тобой осталось 7 минут. Ну, расскажи, да, расскажи, пожалуйста, нам что-то надо с тобой полезное в команде пытать, да, расскажи, пожалуйста, свой любимый метод рекрутирования, который у тебя самый действий. Ну, я расскажу вам секрет, ну, такой, знаете, он как бы не секретный метод. Всегда им работало, очень легко работать. И этот метод, но он не интернет. Вы же понимаете, да, что я пришла с теплого контакта. Вот, и, кстати, всем рекомендую пойти на обучение на вектор по теплым контактам. Очень хорошо девчонки, наши модераторы и ведущие рассказывают несколько вариантов, как работать. Вот мои девочки прошли, довольны, счастливы, и у них пошли регистрации. Сейчас они пошли уже на, Инна, например, у нас пошла на, по рекламе, и у нее вот прям сегодня она пишет одно за другим сообщение, что у меня там идут реги-реги-реги-реги-реги. То есть вообще вот прямо человек на работе, а у нее регистрация идут, она с ними созванивается тут же на работе, человек тут же рассказывает, что как, и делает заказ. То есть вот поэтому идите на обучение, ребят, вот совет такой, идите на обучение, выберите свой вектор, пойдите туда, отучитесь там и поймете, что вам нужно. Но мой метод очень простой, очень простой. Я сначала сделаю человеком такой мостик, теплые контакты. Это метод, который работает всегда, но он длительный. Поэтому если вы пришли как новичок и сейчас хотите стать директором, есть как бы два варианта. Первый вариант, если у вас уже есть опыт в сетевом, то это, конечно, интернет, это, конечно, реклама и отрабатывание новичков. Если же у вас нет опыта еще, и вы хотите только начать, но тем не менее, вы хотите взять быстрый старт, да, то есть у вас есть желание. Ой, тоже красотка такая. Вот. Моя... Моя... Не трогаю. Вот. Если хотите, значит, чтобы у вас народ пошел именно к вам по теплому контакту, быстрее всего собрать, быстрее всего по теплому выйти на быстрый старт. То есть если у вас нет опыта. Почему? Потому что люди будут видеть вас, они будут видеть ваши отношения, ваш теплый контакт, и они на вас пойдут. Но опять-таки, это срабатывает тоже не всегда. Почему на человека они идут по теплому контакту? Ну, человек мог переехать, да, там, люди не пришли из этого города. Это другие варианты. У меня был случай, когда девушка пришла, очень-очень захотела стать директором, я ей все рассказала, все, ну, вот еще была в прошлой компании. И тут она говорит, что она работала в налоговой там каким-то начальником, но мы знаем разные варианты, да, когда в налоговой ты работаешь и к тебе хорошо люди относятся, ну, а тут, видать, пошел другой вариант. И она, будучи в налоговой, начальником, она уволилась, ушла на пенсию, и к ней никто не пришел по теплому контакту. Из того списка, из 100 человек, которых мы написали. Никто. То есть тут вариант был в самом человеке. То есть на человека не пошли люди. Один не может пойти, второй, третий, 10 даже человек на вас не пойдет, вы же не доллар, чтобы тебе нравится. Но когда 70 человек, 100 человек на вас не идут, ребят, тут уже дело в человеке. Поэтому, когда теплый контакт, вы на... Это такой. Я, например, еду, ну, сейчас я уже не езжу в маршрутках, уже на машине давно катаемся. Ну, например, вы стоите в очереди где-то. Тут же разговорились, вот в очереди мы в поликлинике стоялись, тут же разговорились, а у вас что, а как у вашей девочки, а у вас вот это, а у нас вот это, ой, тра, тата. И слово за слово просто все хорошо, а стоим также в этой очереди. И тут звонок. Я достаю телефон и специально еще достаю каталог. И вроде как я по каталогу там что-то, да? И она что-то у меня там спрашивает, что я говорю, говорю, посмотрите, на какой-то странице там тоже что-то есть. Ну, потому что, как правило, звонят твои консультанты уже. Вот. Если даже просто не позвонили, достали каталог, начали листать, и тут она спрашивает, а что это такое, а как? Я говорю, слушай, а я вот своей вот Малафтелин беру, вообще шикарная штука, вот посмотри, вот она тут есть. Хочешь, я тебе каталог оставлю, вот тебе каталог, вот тут мой номер телефона, все, мы с ней подружились, мы с ней увиделись. Я говорю, я тебе завтра отзвонюсь, я еще тебе видос скину потом, когда домой приеду, я тебе видео скину про Малафтелин, ты если что возьмешь. То есть все, мы с ней налазили связь, и она ушла. Едешь ты в поезде, что сидеть там в этом поезде просто так? Пол поезда можно подписать, пол вагона точно. Вот так мы ездили в Краснодар, мы девчонок она подписывали, пока туда ехали, потом пока обратно едешь. То есть вот это, ну, она вообще умеет в автобусе все это делать. Она просто так, у нас стоит вот в автобусе, вот это вот, знаете, едешь, мы ехали полтора часа с Красной Поляны, там, да, вот, одна в автобусе будет стоять, и она может подписывать тут же людей, раздавать каталоги, визитки. То есть, ой, как мы хорошо с вами бок о бок стоим. Вы такой приятный человек, на чем вам визитку. То есть, такие люди тоже есть, да, вот как-то они могут располагать. Но мой метод такой, что я сначала утепляю контакты, нахожу точку соприкосновения, твой ребенок болеет, мой болеет, твой ходит в художку, мой ходит в художку, твой пошел на бассейн, мой пошел на бассейн, да, то есть утеплили отношения. А после этого, когда ты отношения утеплил, ты понимаешь, ага, а человеку, в принципе, это нужно. Если, например, ребенок ходит на танцы, скорее всего, ему нужен крем-автозагар для ног, потому что, когда он будет танцевать, ему это нужно. И я говорю, слушай, а тебе не нужен вот такой крем, потому что он помогает это делать. Ну, правильнее было сказать, тебе нужен такой крем, как бы частичка не считается, ну, неважно, как вы скажете, важно, что намерение ваше не продать, а сделать человеку приятное. Он это прочувствует и скажет, закажи мне два таких крема. Это я рассказываю в своих случаях, как у меня были. Да, так же тебе бизнес продавать, точно так же. Точно так же. давай я тебе помогу, да, то есть у меня вот есть, иди научу, да, то есть, ну, вот что-то типа этого, да, конечно, сейчас очень много у людей все мечты в деньги упираются. Так, Валечка, дорогая, 15.59, сейчас наше, вверху будет подписано счет обратный, поэтому можно уже прощаться. Спасибо огромное всем вам, запись будет на ютубе и Валече Никовой, и на моем ютубе, ну, примерно где-то через часик, всех будем рады видеть и на следующих прямых эфирах, которые мы будем проводить с директорами. Всем пока-пока. Всем спасибо, всем пока, Анечка, спасибо тебе большущее. Пока. Сейчас, сэмол,